В общем, заходит как-то в бар Димасиец, Наксианец и Фрильордец, а бармен такой спрашивает, что пить будете? И Димасиец ему! А, мы уже пишем. А-а-а... Всем привет! Вы смотрите рубрику «Обо всём и ни о чём». Место, где мы говорим обо всём, что происходит вокруг Лиги Легенд, и ни слова о том, что творится внутри. Анимированный матч, фанатские чемпионы, невыпущенные герои и эмоции, а также бессовестные клоны райотовской мобы. Обо всём этом и многом другом вы узнаете в этом выпуске. Погнали! Как мы знаем, грядущий сериал «Аркейн» по Лиге Легенд будет в 3D. Да ещё и расскажет историю, не связанную с баталиями на полях правосудия. Думаю, такой формат с натяжкой можно назвать полной адаптацией геймплея. А вот ютуберу Милтекс в своей анимации удалось повторить вайб игры. Борьба за метку киндред, ганг на бот, засада в кустах, пляски на меду и другие классические сюжеты отрисованы во всех деталях. Порой даже с излишней жестокостью. Соскучились по звёздным защитникам? Пока разработчики молчат о пополнении линейки, фанаты затыкают пробелы своими работами. Диане давно пора к девочкам в матросках, особенно после появления антагонистов. А вот Соня больше идёт бороться со злом, особенно в компании Сараки и Жанны. А может быть вы уже ждёте возвращения праздника цветения? Фанат представил, как могли бы выглядеть Акали и Релли, Камила, Кейл и Фиора в образе духов. Похоже, в Ионе и в целях экономии праздник решили объединить с 8 марта. А вот скины для любителей чего-нибудь жуткого. Служители смерти Ионы от Ноа Татчера и Ирелия от Алексиса Кочарда уже готовы покорить следующий Хэллоуин. В случае Ирелии даже непонятно, что страшнее. Итоговый вариант работы или же набросок в образе осы? В 2013 году Riot Games в рамках события на 1 апреля сделали браузерную игру с Чогатом в главной роли. В ней же была и секретная мини-игра с астронавтом Тима, которая многим заполнилась прилипчивым саундтреком. Так вот, ютубер под ником Nerlin взял его и добавил на каждый ударный звук взрывающихся грибов. Послушали? Поздравляю! Теперь песня застряла у вас в голове как минимум на неделю. Не благодарите. Давненько у нас не было концепт-артов фанатских чемпионов. Упомянутый ранее Алексис Кочерт сделал сразу несколько героев в стилистике Лиги Легенд. Похожий на Тарика Арсен, укротительница воды Рамона, девушка Даркин Сетака и инженерка Айрис. Выглядят здорово, но лично меня не особо цепляют. А вот про чемпиона Хода мы попросили автора рассказать поподробнее. Хода – это робот, созданный Хеймердингером для защиты его дочери Айрис. Ученый отправил робота в прошлое, чтобы спасти Айрис во время теракта, благодаря чему она осталась жива. Проще говоря, это смесь Зелиана и Блицкранка. Художница Эйса Нейсер провела поистине кропотливую работу по созданию собственного героя. И это заметно по нескольким причинам. Во-первых, она придумала не только чемпионку, но и цивилизацию, к которой она относится. И это касается не только народа, но и региона, где они обитают. Хардблады – это кочевники, которые занимаются кузнецким делом и почитают Орна. Во-вторых, у Кармелы довольно запоминающийся дизайн даже по меркам существующих чемпионов. Да и Кадила в роли оружия пока никто из героев не использовал. Причем 3D-модель чемпиона сделал Майк Форцелл, ассистент по дизайну персонажей в Electronic Arts. А это вам не хухры-мухры. Ну и в-третьих, это геймплей за Кармелу. Эйса для наглядности сопроводила каждую способность анимацией. Пассивное умение переключает атаку с дальней на ближнюю. Кушка имеет три варианта атаки. В-шка позволяет обернуть союзных воинов и строения против чемпиона. У Е-шки есть три заряда. Раскидывая их по карте, она затуманивает обзор вражеских чемпионов, делая себя и свою команду невидимой. Но все это – цветочки по сравнению с ультой, которая покажется сломанной даже в Е-го. Кармелла берет под контроль любого вражеского чемпиона, забирая у него возможность управления. В это время она может кастовать все его способности против врагов. Чемпион выглядит какой-то имбой, но не без интересных идей. Так что три месяца, потраченные на создание Кармеллы, прошли не зря. Многие вещи из Лиги Легенд в процессе создания отменяются. Некоторые из них отвергаются на первых этапах, другие же отклоняют, когда они уже готовы к выпуску. Именно о таких вещах мы и говорим с вами в рубрике «Секретные материалы». Если вас по какой-то причине интересовало, как мог бы выглядеть внебрачный ребенок Владимира и Катарины, то вот вам Аваша – отмененный чемпион для Лиги Легенд. Ее разработкой занимались где-то во время третьего сезона, а выпуск был отменен из-за того, что разработчики попросту не знали, что с ней делать. И кое-что известно о ее способностях. Например, умения Аваши должны были быть повязаны на магии крови. Отсюда и пассивный вампиризм, рассечение плоти и кровавый щит. Ультой же она кричала на врагов, заставляя их замолчать на несколько секунд, чем-то напоминая квопу из доты. Некоторые чемпионы не всегда выходят такими, какими планировались изначально. Тому пример Джин. Первоначально разработчики хотели переосмыслить Кейтлин, точнее ее снайперскую винтовку. Несмотря на то, что в геймплее героине удалось отразить стрельбу на расстоянии, им все же казалось, что потенциал снайперки не реализован во всю мощь. Так и появился робот-ковбой-снайпер. По задумке геймдизайнеров, он должен был непрерывно создавать волнение на карте. Как и подобает снайперу, он сидел в укрытии и ждал подходящего момента для смертельного выстрела. Даже в боях 4 на 5, противники всегда должны были держать мысль в уме. Где этот чертов снайпер? Но осознав, что идея слишком амбициозна, разработчики сменили курс и дали герою 4-х зарядный пистолет. Конечно, часть этих идей Джин впитал в себя, но все же было бы интересно посмотреть на изначальную идею авторов. Образ же ковбоя, как некий омаш к прежней идее, Джину дали самым первым. А что насчет эмоций? Казалось бы, их разработка куда проще, чем создание чемпионов и образов. Клиппай, картинки, актуальные мемы и греби РП лопатой. Но оказалось, что некоторые эмоции бракуют даже тогда, когда они готовы к релизу. Отмену некоторых еще можно как-то объяснить. Эмоцию Teary Eyes и Unlucky Bunny не совсем соответствуют воинственный Ривен и Безумный Джинкс. На грани эротические Пора Луф и Notice Me Pengu тоже не особо подходят для игры с рейтингом Teen. А вот остальные вполне могли бы оказаться в колесе эмоций. Но Retreat с Дариусом отсылают к его же фразе Never Retreat, хотя и похож на уже существующую эмоцию Ты следующий. Нинер Китти вообще отсылает к популярному западному мему, как и Oh Snap Pora. А вот за эмоции Oh и Teamwork больше всего обидно, ведь они куда лучше подходят для стандартных игровых ситуаций, чем многие существующие в игре. Нельзя отрицать тот факт, что Лига Легенд вот уже больше пяти лет является трендсеттером на рынке Кажешь, типа тренды устанавливает, поняли? Трендсеттер, типа английское слово в переводе означает. На рынке моба игр. Конечно, к 21 году интерес к жанру подостыл, но Олды помнят, как еще несколько лет назад многие бессовестные компании норовились откусить кусок прибыльного пирога. Результатом стали тонны низкопробных подделок под лоу. Мы решили вспомнить о самых эпохальных из них, узнать их нынешнее состояние и посмотреть, как сейчас обстоят дела с кальками по нашей любимой игре. Начнем с места в карьер. 300 героев. Китайский клон Лиги Легенд от компании Jump с героями из популярных аниме-франшиз. Нужно ли вообще о чем-то говорить, если даже в Вики по игре ей приписывают звание печально известной? Игра с самого начала подавалась как клон знаменитой игры, нисколько не смущаясь своего статуса. Напротив, она активно заимствовала героев из популярных тайтлов для привлечения внимания. Однако на азиатских героях дело не закончилось. В игру затесались западные персонажи, такие как Валли и Шрек. Именно благодаря им об игре заговорили многие СМИ. Но игры с огнем не прошли незаметно. Даже несмотря на то, что игра распространяется в Китае, правообладатели все же обратили внимание на это недоразумение, из-за чего разработчикам пришлось заменить многих ворованных чемпионов. Но судебные разбирательства никак не повлияли на закрытие проекта, и он неплохо себя чувствует даже сейчас. Сегодня, если проберетесь через тернии фальсификации китайского паспорта и языковой барьер, сможете сами сыграть пару каток в режиме 10 на 10 за Сайтаму или Наруто. Да и адаптироваться к геймплею будет не так сложно, ведь большинство элементов, вроде карты способностей героев заклинаний и предметов, взяты из Лиги Легенд. Вспомним и клон местного разлива. Прайм Уорлд – это отечественный ответ западным моба. Он впитал в себя всё основное из мастодонтов жанра, вроде Лола и Доты, при этом попытавшись смешать всё это с русским фэнтезийным колоритом и местными стереотипами. Отсюда и идиотская привязка к полу игрока, из-за которой некоторое время класс поддержки был доступен исключительно девушкам, а также глупые отсылки на отечественные мемы, вроде образа «Оббиняшка», который отсылал к Наталье Поклонской. За исключением этого, в игре больше не было ничего интересного. Ей не удалось повторить успех ни оригинала, ни даже 300 героев. Сервера игры были закрыты в марте этого года. Что Прайм Уорлд, что 300 героев, вышли в самый разгар общественного интереса к жанру моба на компьютерах. Но нельзя забывать и про возросший интерес к жанру на мобильных устройствах. До выпуска Wild Rift многие разработчики, особенно из Азии, пытались занять эту нишу. Спрос на мобильный гейминг в регионе породил десятки клонов, которые чуть ли не в первозданном виде воспроизводили Лигу Легенд. Самым крупным из клонов известной игры был, конечно же, Mobile Legends. Разработанная китайской компанией Moonton, игра заимствовала как игровой процесс, так и внешний вид и способности персонажей. Даже сейчас на ютубе есть десятки видеосравнений, в которых можно заметить всю наглость разрабов. Выйти сухими из воды у Moonton не получилось. В 16-м году Tencent, владеющий Riot, собрались подать на них в суд. Но разработчики вовремя спохватились. Они убрали игру с площадок и перевыпустили ее под названием Mobile Legends Bang Bang. И в таком состоянии существует и по сей день, занимая топы рейтингов, и даже заполучив плотную фан-базу в СНГ. Взявшись за закрытие Mobile Legends, Tencent все же руководствовались своими интересами. Дело в том, что вместе с этой игрой топы плей-маркета и апп-стора в этом жанре рвала Arena of Valor. Она все так же является бессовестным плагиатом на флагман Riot Games, но ее Tencent не трогала, поскольку игра и принадлежала медиагиганту. С этой игрой была довольно интересная ситуация. Изначально Tencent хотели получить мобильную игру от самих Riot Games, но руководство студии настаивало на том, что Лига Легенд не поддается мобильной адаптации. Тогда Tencent наняли стороннюю студию Тимми, которой многие вещи попросту слезали со старшего брата. Riot Games долго просили Tencent разобраться с этим, но они никак на это не реагировали. Тем не менее, игра пользуется популярностью как на родине, так и за ее пределами. Об этом говорят статистика ежедневных пользователей, а также множество наград, которые игра получила за годы существования. Это, естественно, не все примеры плагиата, но самые громкие из них. Озираясь назад, трудно представить ту наглость, которую позволяли себе разработчики тыре идеи о одной из самых популярных онлайн-игр. Сейчас же, с жестокими законами об авторском праве и хищными юристами, прикормленными крупными студиями, подобное едва ли может произойти. Божечки, это что, уже пора закругляться? Огромное спасибо вам за просмотр! Не забывайте подписываться на канал и поставить лайк под этим видео. А также, напишите в комментарии свои примеры жестокого плагиата Лиги Легенд. На этом у меня все. До скорых встреч и пока! Блин, я надеюсь, синяки под глазами у меня сегодня меньше, потому что я вроде как выспался, но вроде как и не спал. И вообще, существую ли я? Субтитры сделал DimaTorzok